Время работы с документами, историями болезни. Приходится много и быстро писать. По словам Ольги Крывули, это одна из причин, по которой записи медиков со временем могут прочесть разве что их коллеги. Сегодня выручают компьютеры. Когда мы заканчиваем школу и идем в институт, огромное количество лекций. Ты пишешь просто бесконечно и получается, что к концу шестого года обучения у тебя уже почерк совсем не похож на тот почерк девочки-отличницы, которая заканчивала школу. После школы была медаль и три пути. Бухгалтер, педагог, врач. Выбрала медицинский институт и неожиданно для самой себя на первом курсе влюбилась в будущую профессию. Сегодня она не только терапевт, но и инфекционист. Потому что в свое время пришла на практику в инфекционное отделение, когда им заведовала Эльвира Черноусова. Она научила основной формуле не бояться и думать. Сегодня Ольга Крывуля курирует работу с носителями ВИЧ. Не готова сначала была спасать мир, так грубо говоря. Сегодня она уже не может представить себя без этой работы. Объяснять людям, что медицина позволяет не только полноценно жить с вирусом, но и женщинам рожать здоровых детей. Если мы объясним мамочке, что просто нужно на определенном этапе это делать, что и папа, и мама должны, допустим, принимать терапию для того, чтобы снизить нагрузку вируса в крови. То есть количество вируса в крови снижается, и мама рождает здорового ребенка, но при этом проходя перинатальную профилактику передачи инфекции к плоду. Коллеги ценят Ольгу за то, что кругозор и академические знания в ней сочетаются с человечностью. Она настоящий друг. С ней хочется дружить, потому что она такой человек, который объединяет, а как в себе все хорошее. Мне это очень нравится. Она очень позитивна. Ольга Михайловна вышла замуж за потомственного медика. Свекор Виктор Андреевич Крывуля недавно отметил 55 лет деятельности. Двум дочерям 13 и 15 лет. Она максимально честно рассказывает о том, что такое быть врачом, чтобы выбор, если он будет, оказался максимально осознанным.